Пасако улица, там ямы на дорогах, там вопрос такой, гарантии-то есть по тем ямам или уже вышло по времени? Да, гарантии есть до августа этого года, мы уже требования подрядчику написали. Ну, а если они их не выполнят, то это как-то будет решаться? Ну, конечно, это уже переход в судебную плоскость, если они выполняют требования по гарантии, то это уже судебная. Понятно. Вот, еще вопрос. Будут ли деньги дополнительно выделяться на явночный ремонт? И где он будет делаться? То есть, это как-то регулируется кем-то? Где, когда, сколько? Да, ну, вот смотрите, пока вопрос по дополнительным средствам, ямочный ремонт пока открытый, потому что деньги местного бюджета, ямочный ремонт чистый местный бюджет. Вот, пока вопрос открыт, да? А по поводу самих, значит, ям, да? Ну, тут я еще тогда в интервью им говорил, что мы опираемся, во-первых, на те требования, которые нам предъявляет ГИБДД, во-вторых, мы исключаем ремонт ямочный ремонт там, где мы понимаем, что будем делать картами сплошной картой, это второе, да? Ну, и третье, мы сами, значит, мониторим состояние дороги, да? И у нас некий список, ну, по факту образовывается, потому что, ну, он есть у нас, как бы, у нас, на самом деле, вот этот перечень этих актуальных на сегодняшний день ям, которые мы планируем в рамках ямочного ремонта сделать. Ну, понятно, и мы при этом понимаем, что у нас денег, тех, которых выделено, не хватит, чтобы, кстати, яма задел, да? Поэтому вот, а вопрос до сих пор, как бы, ну, мы с главой его обсуждали, он говорит, давайте считайте, да, будем думать взять деньги. Ну, в общем, определенности пока точно нету, да, на данный момент? Нет, определенности есть только в рамках того контракта, который уже заключен. Ну, это понятно, да, но, говорю, по ямочному ремонту пока еще вопрос висит в воздухе, да? Ну, вот, да, вот по дополнительному, да, висит, а вот ту, которую сейчас у нас, вот контракт закручен, значит, погодные условия просто у нас, видите, сейчас не позволяют, потому что у нас здесь зафрезерование будет этих ям, а когда пока там лужи, порой даже их просто их не видно, да, чтобы зафрезеровывать эти, да. Ну, поэтому ждем погодных условий, и вот сейчас сразу, как только они наступят, сразу закручат, там, как подрядчик говорит, что до матчих праздников, если погода у вас позволяет, он все сделает. Еще вот такой вопрос, возможно ли контроль ремонта дорог в процессе, то есть это кто-то контролирует, или это только после ремонта? Нет, нет, в процессе, каждый день, как бы, у нас контроль мы осуществляем, то есть и объемы считаются, и, ну, как бы, тут в рабочем режиме. И вот, наверное, последний вопрос, это вот снял человек какой-то на видео, что какую-то крошку загружают, там, в минивэн какой-то, в ведра какие-то. Ну, да, это вкусно, это у нас подрядчик, который обслуживает знаки в городе, вот, и он попросил вот эту крошку, которая осталась, ну, на обочинах, взять, чтобы, ну, знаки периодически обслуживать, где-то там подгибается, где-то прям подмывает там, чтобы подсыпать, вот, ну, вокруг этих знаков, где столбики есть, ну, чтобы пополотнее было, ну, чтобы, как бы, там, в кофе, в кофе стоят такой мягкой, они с весенним палочком где-то подмывают, они там коситься начинают или шататься. Ну, это понятно, понял я. А вот тот же вопрос, это КАМАЗами его возят, там, в сторону очистных, еще куда-то, вот, от КАМАЗа этой крошки, это куда их возят? Две, это у нас мы, сейчас всю крошку, которую срезается, мы ее сейчас аккумулируем на двух точках, это около 100 предприятий, и, так как места не хватает на 100 предприятий, мы еще на очистные сооружения там вручим. Сейчас, как только все крошки мы сформируем, там, да, объемы все пересчитаем, после этого мы будем эту крошку перераспределять по тем дорогам на подсып, где вот там, ну, у нас тоже критичные места есть, вот, и будем там подсыпать, типа, в рамках проведения, ну, вот этих ремонтных работ по дорогам. А вот еще один вопрос, вот я увидел, сейчас и записал здесь в сторонке. Человек спрашивает, будет ли ямочный ремонт по улицам Добролюбова, Набережная, Транспортная, и когда сделают асфальт по улице Набережная до улицы Охотничья, там, видимо, Щебенков, что ли, дорогу сделала? Да, да, там, на самом деле, проблема участка, ну, давайте по порядку, по поводу транспортной Добролюбова мы уже просчитали, в ближайшие дни мы планируем уже выгибнуть опять на таргете участки, вот, и там, в том числе, Транспортный участок, Добролюбова, еще как вы сказали? Набережная до Охотничья. Набережная до Охотничья, мы вот тоже крошкой там пройдемся, чтобы она была более-менее, там, нормальной. Вот, прям, что в асфальте ее сделать, это сейчас, и вот, в ближайшей перспективе я пока вот не вижу. Понятно, ладно, понятно. Спасибо за ответы. Вы не против будете, если я опубликую разговор, или, ну, в печатном виде лучше сделать, или как вы отмечаетесь? Ну, в принципе, можете, как хотите, ну, можете напечатать, можете, кстати, привыковать. А то зрители, зрители, ну-ка, не зрители, а как-то граждане, жители переживают, да, они вот, ну, куда-то КАМАЗ там повезли. Значит, насчет этого КАМАЗа мы же провели расследование. То есть этот КАМАЗ поехал, из-за того, что у него сломалась гидравлика, вот он поехал подремонтировать его. Эту машину, то есть он съездил в гараж, отремонтировал, ну, в гараж, там, брониквартового завода, а гидравлику подремонтировал, он потом уже машину не разгружалась, ну, не мог разгрузить, потому что гидравлику он сейчас сломал. Он отремонтировался и потом увез в предприятие. То есть там... А, ладно, спасибо, да, спасибо за ответы. Да, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому